Хочу сказать, что с учетом этой работы принимаем в том числе и кадровые решения. Емельяновский и Березовский районы уже объявлены, процедуры по конкурсу по выборам главы. Сегодня такое решение принято по городу Каннск. В самом начале своего прямого эфира губернатор региона Михаил Катюков сообщил о том, что в Каннске грядут кадровые перемены. Как и в прошлый эфир, вопросов, касающихся нашего города, поступило довольно много. Это и дороги, и жилищные проблемы, и благоустройство. Так, например, первым вопросом, озвученным Михаилом Катюковым из Каннска, стал вопрос о образовательном учреждении. А именно о школе 19, вблизи которой нет ни освещения, ни тротуаров. По данным администрации города, конкурсные процедуры сейчас уже инициированы. И, соответственно, в период дорожно-ремонтного сезона, необходимое обустройство тротуаров должно быть завершено. В рамках очередной поездки в Каннск обязательно на этот объект я приеду и посмотрю, как эти работы выполнены. По сфере образования Михаилу Катюкову поступило еще одно обращение из Каннска. Касается оно ремонта школ. Мы в прошлом году в Каннске обсуждали один из самых затянувшихся каннских проблемных вопросов. Школа номер 7. Хочу ответить на этот вопрос. Решение принято сейчас. Средства выделены фактически. Подрядная организация приступила к проектированию реконструкции этого здания. Кроме этого, в текущем году в гимназии номер 4 будет проведен капитальный ремонт учебных помещений, пищеблока и в 2025 году школа номер 2. В плане также более 100 миллионов рублей на это предусмотрено. Также одна из жительниц нашего города пожаловалась на то, что не может поставить своему ребенку вакцину от кори ввиду того, что ее попросту нет. В целом ситуация с вакцинацией, в целом, повторюсь, выглядит достаточно стабильно. Есть определенные сложности с поставкой вакцин от кори. В каждом медицинском учреждении ведется сейчас персонализированный учет всех детей, кому необходимо провести соответствующую вакцинацию. При поступлении соответствующих партий вакцины все приглашаются, кто к этому имеет непосредственное отношение. Анна, ваше обращение, я персонально сейчас на контроле у Министерства здравоохранения отдельно вас проинформируем, когда в Канске будет соответствующая вакцина. Поступила жалоба и на новый дом, сданный в прошлом году. Один из работников сферы здравоохранения рассказал губернатору, что кровля протекает, домофоны не работают и нет даже почтовых ящиков. Я, судя по всему, этот дом посещал в августе прошлого года и помню, что подрядчик брал на себя обязательство все сделать качественно и в срок. В рамках прошлого эфира пришлось реагировать на то, что сроки сдвигались. Насколько я знаю, дом все-таки введен, судя по всему, вы получили ключи, но работы, очевидно, не выполнены. Поэтому Краевое управление капитального строительства уже направлено с проверкой на этот объект, с тем, чтобы подрядная организация все свои гарантийные обязательства по устранению недочетов реализовала. Кроме этого, были, конечно же, и обращения по теме дорог и другие. Михаил Котюков отметил, что ни один из вопросов не останется без внимания. Каждый глава района города сельсовета получит список, который касается его территории. Татьяна Блинкова по материалам телеграм-канала Михаила Котюкова.